Добрый день, это программа Финтаймс и Карбарен 21. Я Фарида Ашралова и мы будем говорить о самых последних и актуальных новостях мира финансовой энергетики. Правительству Азербайджана поручено завершить обсуждение параметров госбюджета на 2020 год в ближайшее время. СОКАР планирует осуществить новую эмиссию облигаций в начале следующего года. Авторитетные международные организации сокращают прогнозы по спросу на нефть. В Азербайджане за 9 месяцев текущего года план по перечислениям в госбюджет налоговый пошлин превышен. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Али в ходе расширенного заседания экономического блока правительства по социально-экономическому развитию. По его словам, за счет налогов обеспечиваются социальные нужды беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечивается сила и мощь азербайджанской армии, решаются социальные вопросы. Налоговые и таможенные органы за 9 месяцев 2019 года превысили план по перечислениям в госбюджет на 700 миллионов монатов. Это показатели еще раз свидетельствуют о наших больших резервах. В ходе расширенного заседания глава государства поручил правительству в течение ближайших недель завершить обсуждение параметров госбюджета на 2020 год. По словам Ильхама Алиева, правительство должно внимательно следить за расходами госбюджета. В ближайшие несколько недель над параметрами проекта госбюджета на 2020 год будет проведена необходимая работа. Бюджет на следующий год должен быть социальным и инвестиционным. В следующем году мы продолжим проведение социальных программ для улучшения условий жизни населения, обеспечения прозрачности. Сегодня усилия Азербайджана направлены на стимулирование ненефтяного сектора экономики. В частности, предприниматели получили доступ к льготному кредитованию, субсидиям, они обеспечиваются сельскохозяйственной техникой. По словам главы государства, при таких работах темпы роста ненефтяного сектора должны быть выше. В ходе расширенного заседания по социально-экономическим вопросам министр экономики Шахим Мустафеев отметил, что в следующем году ожидается рост ВВП Азербайджана на уровне около 3%. Рост ненефтяного сектора при этом составит 3,8%. В стране идут активные работы в сфере поддержки предпринимательства. Объем льготного кредитования бизнеса за 9 месяцев 2019 года по линии Фонда поддержки предпринимательства составил 130 миллионов монатов. По итогам года, как ожидается, он составит 170 миллионов монатов. В этом вопросе нам необходима поддержка банков. Это нефтяная компания Азербайджана осуществила очередную выплату процентов держателям облигаций Сокар. В рамках 12-й по счету выплаты граждане получили средства на общую сумму 1 миллион 250 тысяч долларов. Как отмечают в компании Сокар Кэпитал, к этому времени в рамках процентных выплат сумма выданных средств превысила 15 миллионов долларов. Следующая выплата процентов по облигациям Сокар состоится 17 января 2020 года. Отмечается, что ввиду высокого спроса рыночная цена облигаций Сокар выросла до 1046 долларов за единицу. Привлекательность облигаций заключается в том, что они ликвидны, просты при купле-продаже, а процентные выплаты осуществляются в срок. Но самое главное – обеспечена гарантия выкупа по номинальной цене. Как стало известно немного ранее, Сокар планирует осуществить новую эмиссию облигаций в начале 2020 года. Вероятнее всего, она будет осуществлена на внутреннем рынке. Мы выпустим новые облигации. Для этого мы и стараемся. Для того, чтобы осуществить их выпуск, мы собираем информацию о спросе, чтобы определиться с объемом эмиссии. Это будет в следующем году. В начале или в конце? Мы сообщим позже. Американские фондовые индексы завершили вчерашний день в минусе. Давление на рынок оказали слабые данные о розничных продажах в США. По данным Министерства торговли Соединенных Штатов, показатель розничных продаж снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Вероятность того, что ФРС США снизит процентную ставку на октябрьском заседании, возросла до 90%. Если регуляторы смогут осуществлять стимулирование, которое покроет этот негативный эффект торговой войны, то, возможно, дальнейший рост этих индексов в ближайшее время. Сейчас уже ФРС США рассматривает дополнительное стимулирование в размере 200 миллиардов долларов. Возможно, оно будет увеличиваться в дальнейшем. При этом, как вы знаете, рост экономики сейчас замедляется. Это говорит о том, что в ближайшее время индексы Америки и Восточного региона должны корректироваться. Весь вопрос в том, когда это начнется. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на фоне неопределенности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина. По сообщению СМИ, Китай хочет провести дополнительное обсуждение по первой части торговой сделки. Несмотря на это, напряженность между Соединенными Штатами и Китаем постепенно сходит на нет. Стороны уже приступили к выполнениям своих обязательств, не дожидаясь официального оформления соглашения, достигнутого в Вашингтоне. Торговое соглашение прошлой недели между Китаем и США вряд ли будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Италии. При этом, по его словам, Китай начал уже закупки американской сельхозхозяйственной продукции. Сейчас мы обсуждаем первый этап торгового соглашения, который имеет отношение к нашим фермерам. Это действительно уникальное соглашение. Уровень отношений резко изменился. Китай и я заключили сделку на 50 миллиардов долларов сельхозпродукции. И, кстати, Китай уже начал закупки. По условиям соглашения Китай увеличит импорт фермерской продукции на 50 миллиардов долларов. Взамен США отменил введение новых пошлин на экспорт китайских товаров на сумму 250 миллиардов долларов. По данным Международного валютного фонда, в последний раз мировая экономика росла столь медленно во времена глобального финансового кризиса. Фонд усилил опасения по поводу рынка корпоративного долга. Причина этого в том, что инвесторы ищут высокую доходность в рисковых активах после снижения процентных ставок центральными банками. Согласно отчету МВФ о состоянии мировых финансовых рынков, почти 40% совокупного корпоративного долга в таких странах, как США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания будет невозможно обслуживать. Задолженность предприятий может достигнуть 19 триллионов долларов. Это означает, что около половины мирового бизнеса без программ господдержки обанкротится, ввиду чего глобальная рецессия будет неизбежна. В случае, если реализуется системный риск, в случае, если дефолт наступит у достаточно большого эмитента, от которого зависят в том числе другие эмитенты и реализуется то, что называется кросс-кредитный риск, то есть наступление кредитного дефолта по обязательствам третьих сторон вследствие наступления кредитного события у одного большого или группы больших эмитентов, это может негативно сказаться на совокупной долговой нагрузке и повлечь за собой волну дефолтов. Но все равно, чего-то подобного тому объему кредитного риска, который был в преддверии 2008 года, сейчас, скажем спасибо Центральным банкам и регуляторам, мы не наблюдаем. Только в США, согласно летнему отчету ФРС, в 2018 году задолженность предприятий выросла на 20%, до 1,1 триллиона долларов. Наблюдается рост займов в общекорпоративной кредитной массе, что превысило показатель предкризисного 2007-го. Альбина Абдрахманова, CBC Международное энергетическое агентство Управления энергетической информацией США и Организация стран-экспортеров нефти сократили прогнозы по спросу на нефть в текущие и следующие годы. Как ожидается, мировые запасы нефти в первой половине 2020 года продолжат расти с темпами 750 тысяч-1,4 миллиона барлей в день. По мнению экспертов, теперь участникам сделки ОПЕК+, придется ужесточить ограничения по добыче на встрече в декабре. Ожидается, что объемы производительности в Саудовской Аравии вернутся к нормальным показателям после того, как беспилотники атаковали объекты Саудиорамку. Цены на нефть меняются разнонаправленно. Негативно на стоимости черного золота отражаются данные Американского института нефти о значительном росте запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти за минувшую неделю выросли на 10,5 миллионов барлей. Официальные данные Американского министерства энергетики будут опубликованы позднее вечером. По мнению аналитиков, запасы выросли на 2,88 миллиона барлей. Это были самые главные новости мира финансовой энергетики. Увидимся в 18.30. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok